К другим темам. 50 тысяч мальков стерляди начали обживать Волгу уже более 15 лет. Ежегодно их выпускают специалисты Института рыбного хозяйства. Как символ Саратова готовили и отправляли в большое плавание увидела Елена Макарова. Средняя 4 грамма, 3,5. Долго держать нельзя, потому что она тохнет сразу. Этим малькам стерляди всего 40 дней. Почти всю свою короткую жизнь они росли в прудах экспериментальной базы Института рыбного хозяйства неподалеку от Сабуров. Рыбоводных баз у нас много, но такая уникальная одна. Чем она уникальна? Здесь всего 25 гектар прудов, то есть очень мало. Вот этот цех, это самый большой инкубационный цех по Волге. Мощность этого цеха до 100 миллионов личинок в год. То есть здесь может воспроизводиться практически любая рыба, которая есть в нашем регионе. Производство рыбы совершенно это очень значимо, очень важное для нас мероприятие. Поэтому для дальнейшего воспроизводства это необходимый поддерживать. Это у нас, я думаю, является единственной. По Волжье, может быть, и в России не везде так много таких опытных экспериментальных хозяйств, вот как на базе Госнеорха. После того, как подросшую стерлить выловили из пруда, ее сутки выдерживают в специальных резервуарах внутри базы. Здесь проходит период адаптации. Уже на следующий день мальки готовы отправиться в Волгу. Перед тем, как отпустить рыбу в большое плавание, ее пересчитывают и взвешивают. Затем на тракторах вывозят к реке. За один день в Волге оказывается около 50 тысяч мальков. Если выживет 1-2 процента, это норматив, это считается хорошо. В естественных условиях из 10 тысяч несколько штук, если выживет чудесно. То есть на два порядка выше эффективность нашей работы, на два порядка выше, чем эффективность работы природы, так скажем. Экспериментальная база Института рыбного хозяйства ежегодно запускает в Волгу 150 тысяч мальков стерлиди. По словам ученых, этого количества хватает, чтобы поддерживать численность ее популяции в Волгоградском водохранилище. Сейчас она насчитывает около 40 тысяч особей. Мы своей стороны в этом году приняли решение поддержать прудовые хозяйства по компенсации части затрат по электроэнергии, по запуску воды в районе 4-4,5 миллиона рублей. Все документы сейчас на сегодняшний день готовим по фактическим затратам до 70%. Это важная задача, которую я считаю, что крайне необходимо надо делать, и мы с своей стороны также поддерживаем.